Всем привет! Это магазин Divers и я Максим Селиванов. Сегодня мы нацелены совершить практически невозможное и выпустить удачный сиквел к нашему прошлому ролику в этой тематике. Не секрет, что в этом столетии удачных вторых частей вообще не делают, а в прошлом подобное удавалось провернуть, ну разве что с терминатором, парком юрского периода и можете подсказать свой вариант в комментариях. В общем, вашему вниманию вторая часть городских легенд. Традиционно оговоримся, что этот беспринципный выпуск полностью, полностью проспонсирован Артуром Сигизмундовичем Адаевским в Луа. Не то чтобы ему было дело до индустрии дайвинга, но у него много-много денег и он может позволить себе личного баристу, который по утрам делает ему свежий кофе из отборных боливийских зерен с ароматом пригорающих у сирот от дайвинга пуканов. Пользуясь случаем, передаем ему нашу благодарность. Спасибо, что оплатили мою ипотеку и комбообед, милейший. Ты мой краш! Ну, со спонсорами мы закончили, так что можете спокойно подписаться, а мы продолжим. Лайк можете поставить позже, так и бы. Давайте уже перейдем непосредственно к оскорблениям чувств ныряющих. В первой части, ссылку на которую вы видите в правой верхней части экрана, мы разговаривали о городских легендах в мире дайвинга и разобрались со многими из них, в том числе со словосочетанием крайний дайв. Но, как вы понимаете, на этом список идиотских легенд не заканчивается, так что вперед. Довольно часто в нашем магазине мы слышим фразу «Нет, ну зачем мне бу или погремушка со звуковым сигналом?» Я ныряю с инструктором. Нас там вообще будет целая группа и за мной будут смотреть, или, если чего, помогут. Так вот, инструктор мне всегда поможет — это миф номер один. Инструктор, друзья мои, это тоже человек со всеми вытекающими из этого определениями, слабостями и особенностями. Он может отвлечься, увлечься или может быть в плохом настроении, может быть даже с похмелья, но мы вам этого не говорили. Запомните, если он на вас не смотрит, он вас не видит и не слышит. И если вы не можете привлечь его внимание звуковым сигналом, то вы его внимание вообще не можете привлечь. Сколько угодно хлопайте в ладоши или себя по лбу, он не услышит. Особенно это касается любителей сэкономить и нырнуть подешевле. Инструктор не говорит по-русски, вы не говорите по-английски, а может быть вы оба не говорите по-английски. Цена, понятно, будет ниже, но вариант, что вы друг друга под водой не поймете, вполне себе вероятен. Это что, жлобство или оптимизм? Запомните, если вы самостоятельно можете сделать свое погружение более безопасным, делайте это. Нового инструктора вы всегда сможете найти, а вот нового себя вряд ли, если только займетесь придайвингом. Мы живем на чудесной планете и вселенная дарит вам такой уникальный шанс. Тем более, что сертифицированных дайверов, как правило, под водой сопровождает не инструктор, а гид, а это, как правило, дайвмастер или просто хороший человек, который знает дорогу. Вот ее он вам и показывает, а все остальное это не к нему. Что касается помощи от наемного персонала, которых вы видите первый раз в жизни, все на их усмотрение. Захотят, помогут, не захотят, не станут. А если все идет как-то уж совсем плохо и все совсем-совсем ужасно, то помните, спасение утопающих почти всегда дело только самих утопающих. Почти все неприятности под водой спокойно предотвращаются еще на поверхности. Звучит ужасно, все это как-то не вяжется с образом подводного братства дайверов. Но что есть, то есть. Если под водой наклевываются трупы, главная задача любого человека, чтобы в их числе не было его самого. Будьте самодостаточными и помните, вы в ответе за свою жизнь. Это касается как сертифицированных дайверов, так и тех, кто только начинает этот пролестный подводный путь. Следующий миф. Дайвмастер это круто. Получить сертификат дайвмастера, о, что может быть круче. Это первая профессиональная ступень. Вы даже почти как бы можете, если что, поработать в дайвинге. Респект и уважение дайвмастеру обеспечено. На самом деле нет. Найн. Корка дайвмастера почти всегда означает, что ставить вас будут в конец группы. Вы же опытный, вы же почти профи, поэтому с вами меньше хлопот и забот. А вы, если что, конечно, поможете. Ведь вы же дайвмастер. Он думает, что бог, но он здесь просто официант. Запомните, в обычной жизни дайвмастер не нужен даже для того, чтобы инструктору пива в самолете открывать. А плавать в хвосте группы, ни черта не видеть и еще быть за что-то ответственным, ну вот честно, вам это зачем за ваши же деньги? И что пользы вам от трудов ваших, если деньги за них получит другой человек? Так, кстати, и в Библии сказано. Я проверял. Я уж не говорю о том, что учиться не надо. Надо. Дайвинг — это интересно, это увлекательно. Узнавайте новое. Если знаний рекреационного дайвинга вам мало, есть огромная линейка технического рекреационного дайвинга. В этой избушке куча своих очень интересных игрушек. А карточка дайвмастера ничего вообще вам не даст. Особенно, если вы работать в дайвинге не планируете. На мой взгляд, обычному человеку это нужно не больше, чем мороженое зимой. По идее, дайвмастер нужен для помощи инструктору. На самом деле, нет. В гробу он видел деньгами с вами делиться. И еще дайвмастер нужен для того, чтобы таскать тяжелое и стойко переносить тяготы жизни в дайв-центре, что маловероятно, если вы им не работаете. И еще он нужен для того, чтобы водить группы под водой. Их роль отлично всегда выполняют туземцы, и они тоже в гробу видали делиться с вами. Все. Больше никакого применения дайвмастеру нет. Делайте выводы, как говорится, сами. Ну и третий миф. Инструктор всегда прав. Поэтому нужно делать именно то, что он вам говорит. Слушайте, среди инструкторов хватает забубенных идиотов, которые без посторонней помощи у себя гульфик на трусах не найдут. Принимать знания в ультимативной форме можно только по причине задержки умственного развития. Хороший инструктор никогда не станет вам приказывать. Хороший инструктор объясняет, показывает и четко рассказывает, почему именно так и никак иначе. Никогда не может быть ультиматумов. Ученик должен понимать, что и почему он делает. Почему я это? Не воспринимайте инструктора как последнюю истину. Докапывайтесь до сути. Он знает что-то и понимает, почему. И вы должны знать и понимать. Ведь говорила в детстве мама, все в окно прыгнут, ты тоже прыгнешь? Вот и мы о том же. Ну и последний миф. Лучше поплевать. Мы сейчас про маску. Ну фу, фу, господа, 22 век на дворе, а вы все слюни по лицу размазать норовите. Тем более, если маска прокатная. Ох, давно уже придумали всевозможные антифоги, то есть средства от запотевания, например, от туса. Компактно, удобно и можно держать прямо в боксе от маски. Наносим на сухое стекло, ждем минут 5-7, споласкиваем в воде и надеваем на лицо. Все. Все эти слюни, вся эта органика с удовольствием живет и множится на силиконе. Видали, какие грибы растут в прокатных масках? Ну вот, туда все как раз и плюют. Впрочем, справедливости ради замечу, чтобы антифог подействовал, все-таки надо для начала стекло изнутри обработать зубной пастой. Выдавили на стекло, старой зубной щеткой почистили, сполоснули, повторили процедуру несколько раз. Ну просто потому, что пока маску делают, на линзу осаждаются всевозможные масла, пары силикона и так далее. Вот эту вот невидимую пленочку нам и надо с вами убрать, чтобы антифоги начали работать. С пастой закончили, для верности налейте на стекло обыкновенной фейри и оставьте на ночь. Все, теперь точно сработает. Вам хорошего настроения и красивых погружений, а нам ваши комментарии, соображения по удачным сиквелам и замечания, а также лайк, подписка и репост. А мы пойдем еще что-нибудь интересное придумаем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok